В Приднестровье начинается оздоровительный эксперимент. Здоровье детей на контроле не только у родителей, но и у правительства. По поручению премьера скоро в начальных классах школ и детских садах появятся рециркуляторы воздуха. Действуют они на основе ультрафиолетового излучения. В пилотный проект войдут самые крупные по числу детей. По всей республике всего будет охвачено более 18 тысяч детей. Задача от главы правительства через месяц, чтобы рециркуляторы воздуха уже работали. Будем надеяться, что эксперимент удастся. Болеть дети будут меньше или вовсе не болеть. И энек в журналах, соответственно, по болезни тоже станет меньше. А пятерок больше? А пятерок больше. ОРВИ и ОРЗ. Аббревиатуры давно не требуют расшифровки. Зима – время вирусов. Пока марлевые повязки, жаропонижающие лекарства от кашля не в тренде. В Приднестровье, как говорят специалисты, ситуация неустойчиво благополучная. Эпидемии нет. Но уже сейчас не каждый иммунитет выдерживает. У меня одноклассники многие заболели, ходили, кашляли. Я старалась с ними не общаться, но все равно иногда получалось. И, наверное, из-за этого не знаю. Где вы заболели? В садике. По той причине, что большую часть родителей не прививается. В связи с этим передают инфекцию своим детям. И дети приносят ее в детский садик. Детский садик номер 19. Здесь одну группу уже закрыли на карантин. Утренний фильтр усиленный, который в первых младших группах проводит старшая медицинская медсестра, а в садовых группах проводят воспитатели. Тем самым мы выявляем своевременно заболевших детей. Шалфей, пихта, эвкалипт. Такой букет ароматов в каждой группе. Известно в целях профилактики. Эфирные масла эффективны. Поэтому мы проводим целый ряд таких мероприятий, чтобы ограничить наших детей от всяких вирусов. Мы сделали сами вот такой самодельный увлажнитель воздуха. Здесь водичка отстоянная. И мы добавляем сюда аромамасла. Также мы еще, ребята наши, потребляют поливитамины. Ревит. Два раза в день нам рекомендовали. Также мы оксалинкой носик смазываем. Также мы соблюдаем питьевой режим. Как не заболеть? Советы дают и дети. Ты знаешь, что такое грипп? Да, это такая болезнь. Что нужно делать, чтобы им не заболеть? Надо пить шипомник, ходить по дорожке здоровья. Нужно заниматься физкультурой. Нужно мазать носики. Нужно ходить на зарядку. Чаще мыть руки. Кушать лук и чеснок. Здоровье детей. Вопрос повестки работы правительства. Еще в ноябре 2018-го премьер Александр Мартынов поручил усилить борьбу за здоровье нового поколения. Использовать рециркуляторы воздуха. Это аналог бактерицидных ламп. Действует на основе ультрафиолетового излучения. Через месяц идею воплотят на практике. 10 школ, 10 садов. Республики охватит пилотный проект. Появятся рециркуляторы и в 12-й школе. Здесь 1230 учеников. УРВИ сильно повлияло на количество иных в журналах. Сколько уже заболевших? Числиться? На сегодняшний день особую тревогу у нас вызывает один класс в начальной школе. И мы посмотрим, если ситуация будет такая же, мы вынуждены будем этот класс закрыть. С вирусом борются здесь с помощью программы здоровья. В перечне мер многое. От дезинфекторов до спорта. Плюс регулярный медосмотр и инструктаж. Как не болеть, ученики начальной школы узнают и на факультативе путь к здоровью. Во время большой перемены мы проветриваем кабинет. Дети выходят в рекреацию. Что нужно делать, чтобы не заболеть? Нужно вести активный образ жизни. Медрюки перед едой. Дышать свежим воздухом. Выходим на перемены, чтобы класс проветрился. Обычно у нас оптимальная температура. Не жарко, не холодно. Рециркулятор воздуха как раз и поддержит оптимальный, а главное, безвредный микроклимат в начальной школе и детских садах. Во истечении данного пилотного проекта, безусловно, будет анализировать заболеваемость. Если мы установим рециркуляторы, это не означает, что не нужно или нужно уйти от всех других мер профилактики. Также рециркуляторы должны устанавливаться в помещение, согласно инструкции, в помещении, в которое должно быть приточно-вытяжная вентиляция или через оконные проемы. Все помещение должно проветриваться за 15 минут. Рециркулятор с помощью ультрафиолета обеззараживает комнату. Кстати, в России рециркулятор одобрили на самом высоком уровне. Загадочный предмет в кабинете Владимира Путина, который засветился во время встречи президента с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Вот он. Ультрафиолетовый рециркулятор. Это прибор, который обеззараживает воздух. И весьма успешно. Рециркулятор практически не дает микробам шансов. Он уничтожает 99,9% болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в воздухе. От кабинета президента России до садов и школ Приднестровья. В некоторых детсадах и школах для установки рециркулятора воздуха проведут дополнительный ремонт. Например, заменят старую электропроводку. Все же специалисты напоминают, новшества надо использовать только как дополнение к уже действующим санитарно-гигиеническим мерам для чистоты эксперимента и его эффективности. Продолжение следует...